В последнее время все больше появляется различных технологий и интернет-сервисов. И для комфортной работы в сети уже не обойтись без таких технологий, как электронная почта, система обмена сообщениями, такие как ICQ, Quip и так далее, система видеоконференций, Skype, электронные кошельки, ну и в общем множество различных технологий. Я даже не говорю о множестве различных сайтов, на которых для того, чтобы в полной мере воспользоваться какими-то услугами, требуется зарегистрироваться. Поэтому, если вы частенько пользуетесь сетью интернета и услугами, которые он предоставляет, то через определенный промежуток времени появляется множество логинов и паролей. И чем их больше, тем велика вероятность того, что в какой-то момент времени вы можете их забыть. Конечно, один из вариантов не забывать эту информацию, создать там какой-нибудь текстовый документик и сюда сохранять логины и пароли. Но этот метод небезопасен, так как если, допустим, вы потеряете флешку и храните на флешке эти данные, либо ваш компьютер взломают, то эта информация может быть использована в корыстных целях, а это нам не надо. А если вы работаете с измином, то в данной информации становится еще в разы больше, не считая то, что пароли желательно периодически менять. Запомнить в голове все эти данные довольно-таки сложно, и поэтому предлагаю вам изучить альтернативный вариант решения данной проблемы, а в частности речь пойдет о программе для хранения паролей под названием K-PASS Password Save. Как видно из названия, собственно, основной целью данной программы является как раз хранение паролей и еще какой-то дополнительной информации. Лично я советую вам использовать портативную версию, которая будет, собственно, прикреплена к данному видеоуроку, и в чем заключается суть портативной версии от обычной программы. То есть, возможно, вы будете, скорее всего, так и будет, на флешке носить эту информацию с паролями. Но каждый раз вы, допустим, будете сидеть за разным компьютером и понадобится устанавливать эту программу, чтобы дополнить вашу базу данных какой-то новой информацией, а это неудобно. А портативная версия, она запускается без установки, и в любой момент времени мы можем ввести какие-то дополнительные данные. Итак, давайте запустим данную программу. И, собственно, вот из чего она состоит. Но для того, чтобы начать в ней работать, нам необходимо создать файл базы данных. Поэтому жмем на вот этот листочек новый. И здесь, собственно, что нам необходимо сделать. Для начала мы должны указать основной пароль или еще с файлом. То есть здесь есть два метода защиты данной базы данных. Итак, первый способ – это просто защита одним паролем. То есть мы вводим какой-то пароль и все. Или есть второй способ – это дополнительно с паролем использовать файл пароли, то есть специальный защищающий файл. Выбираете, как-то его сохраняете и указываете там в какое-то определенное место. Лично я использую первый метод без использования файла. Но здесь, собственно, стоит отнестись довольно-таки серьезно к созданию самого вот этого основного пароля, так как от него будет зависеть, так скажем, сохранность всей вашей базы данных. Поэтому он обязательно должен быть сложным и нигде, ни в какой информации вы указывать не должны. Его вы должны помнить у себя в голове. Это ваш будет основной пароль. Допустим, у меня это будет такой. Жмем ОК, повторяем пароль. И теперь для того, чтобы нам, собственно, эту базу создать, нажимаем на Save – сохранить. То есть сейчас мы укажем, где у нас эта база будет храниться. Допустим, мои документы и называется Database. Давайте так ее и сохраним. Итак, по умолчанию программа нам предлагает вот следующие ветви для определенных нужд, так скажем. Лично я использую несколько другую систему. И давайте для начала разберем, как нам привести этот вид к более читаемому и более удобному. Допустим, вот у меня есть разделение по следующим пунктам. Это работа. Здесь можем изменить значок. Допустим, это вот этот молоточек будет. Это у нас, то есть, идет основная ветвь. Для того, чтобы ее создать, вот чисто на белом пространстве нажимаем. Опять же, добавить в группу дом. Допустим, опять же, можем изменить значок. И друзья. Так как я частенько, бывает, настраиваю компьютер у друзей, поэтому лучше тоже всю эту информацию нам сохранять в данную программу, потому что через некоторое время, по сути, окажется, что помнить эти пароли должны только вы. Им эта информация вообще... Если даже они попытаются ее запомнить, все равно со временем забудут. Итак, что касается работы. Это вот мы создали основные ветки. Теперь по работе, если работаете в нескольких местах, можно добавить подгруппы, так скажем. То есть, у меня это так выглядит. Так, работа. Вот, добавить подгруппу. Потом офис. Банк. И клиенту на дому. То есть, клиента, которым я выезжаю на дом и настраиваю компьютер. В общем, сейчас я приведу это в более удобный вид. Пустим, структура получилась такой. То есть, несколько мест работы, какие-то по определенному виду работы у вас есть какое-то разделение. Ну и так, с примерной структурой разобрались. Теперь давайте разберемся с самими записями в нашей базе. Так, допустим, вы пришли к Оляну. Все, у него интернет работает. И он вас попросил создать ему электронную почту. Для того, чтобы у нас создать запись, жмем правой кнопкой на окошке справа, так скажем. И добавить запись. Здесь вводим название. То есть, в данном случае это у нас будет электронная почта. Имя здесь мы вводим как раз логин. Пусть это будет, допустим, колян-собака-майл.ру И сюда мы вводим пароль. То есть, если нажмем вот эту вот кнопочку, показать вместо значков сам пароль, то вид станет у нас таким. То есть, открытый пароль. Итак, если у вас возникают какие-то сложности при создании пароля, можно воспользоваться генератором пароля. Для этого жмем на вот этот вот значок, ключик желтенький, генерация случайного пароля. Итак, и здесь есть у нас некоторый выбор. То есть, в этой вкладке мы сейчас выбираем длина сгенерированного пароля. 20 это многовато. Допустим, пусть будет 10. И выбираем, из каких символов он должен состоять. Лучше всего поставить все символы. Ну, пробел, думаю, можно и не ставить. Вот так вот. И теперь, когда мы нажмем сгенерировать пароль, он из всех этих, из множества этих символов, попробует случайным образом сгенерирует какой-то пароль. Вот. У него получился он таким образом. Если мы уберем вот эти специальные знаки и символы, то у нас таким образом. Если вам нужно просто, чтобы из больших букв, то вот так. Ну, конечно, лучше, чем больше будет вот этих галочек, то есть пароль будет сложнее и, следовательно, взломать такой пароль будет намного сложнее. Допустим, вот мы выбрали этот пароль, жмем принять. И этот пароль автоматически у нас прописывается сюда. Потом при регистрации можем его отсюда просто скопировать и вставить в форму для регистрации электронной почты. Итак, ссылка. Это у нас получается www.mile.ru Также есть вот поле комментариев или какой-то там дополнительной информации. Допустим, бывает при регистрации электронной почты для того, чтобы восстановить пароль, просят ввести какой-то вопрос и ответ. Вот, допустим, дополнительная информация у нас будет следующее восстановление пароля и указываем, допустим, вопрос имя моего брата и ответ допустим, Сергей. В общем, вот это вот поле комментариев тоже довольно-таки удобная вещь. Бывает много различной информации еще дополнительно с логином идет и сюда мы можем легко ее вставить и при необходимости посмотреть какую-то информацию. Также есть у нас функция прикрепления файла к данной записи. В каких случаях нам она может понадобиться? Допустим, вот у данного пользователя Николая так, зайдем в мои документы есть какой-то уже перечень по работе, допустим, людей их электронные адреса допустим так назовем по работе то есть ключ у нас является по электронной почте для Коляна и допустим вот по работе у него уже есть какие-то люди с которыми он работает. Допустим, там Анатолий и его электронный ящик. Эту информацию конечно можно вбить также в поле комментариев но это уже решать вам. Кстати, вот мы уменьшили так скажем свернули окно и он у нас заблокировался то есть у нас выходило окно сохранить изменения или нет и он собственно у нас заблокировал данную программку поэтому нам приходится еще раз вводить пароль. Итак, опять же заходим в эту запись и давайте попробуем прикрепить собственно этот файл. Жмем открыть файл и присоединить его по работе открыть окей то есть этот файл не просто ссылается на данный файл он его конкретно импортирует в базу данных на данном примере то есть эту информацию можно было и не прикреплять но допустим если у вас есть какой-то электронный ящик ой не электронный ящик а электронный кошелек и для того чтобы допустим на другом компьютере как-то им воспользоваться вам необходим файл ключ защиты так скажем то вот в данном случае как раз это у нас прекрасно подойдет мы просто импортируем в эту запись и на любом компьютере сможем как-то настроить систему для того чтобы пользоваться нашим электронным кошельком итак ну собственно тут пожалуй наверное вся информация как создавать записи у нас заканчивается давайте перейдем к следующим одним так скажем интересным возможностям данной программы но для этого чтобы нам это проверить необходимо создать еще одну запись то есть вот у меня в настоящий момент я зарегистрирован на одном сайте под названием bmp.net.ua итак вот сейчас я ввожу конкретные данные уже именно то есть мои данные которые действительно есть являются зарегистрированными на данном сайте и мой логин и пароль окей вот тут есть такая упрощенная возможность при входе на какой-то сайт то есть допустим щелкаем мы правой кнопочкой по нашей записи и мы можем автоматически с этой записи скопировать в буфер обмена имя пользователя пароль открыть ссылку и сохранить пересоединенный файл но есть такая же функция так как автонабор и сейчас я вам покажу как она работает но для начала чтобы воспользоваться автонабором нам необходимо собственно пройти по этой ссылке поэтому жмем открыть ссылку и через интернет эксплорер мы заходим на сайт так вот сайт у нас прогрузился здесь нажимаем вход и указатель мыши останавливаем на том месте где у нас должен вводиться логин и далее пароль и теперь обратно переходим в нашу программу и обязательно перед тем как мы должны сохранить да опять у нас заблокировалась программа перед тем как мы будем заходить в программу по сохранению паролей указатель должен находиться вот именно в этом месте так заходим и теперь жмем правой кнопочкой и автонабор так что-то там скодировка у нас произошло не то по-русски он попытался ввести давайте изменим и попробуем еще раз все прекрасно данные автоматически ввелись он спрашивает сохранить пароль или нет лучше этого не делать ну в зависимости от того какой сайт в общем все прекрасно мы автоматически зашли на этот сайт не выполняя никаких особых операций то есть не надо было вручную нам вводить имя пользователя и пароль и так далее все у нас выполнилось автоматически вот есть такая прекрасная функция у данной программы ну со временем вид вот этих ветвей у вас естественно изменится их будет появляться гораздо больше вот этих записей на этом собственно изучение данной программы думаю можно закончить так как все ее самые основные функции мы изучили вручную вручную вручную